Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Светланы Воробьёвой. Сегодня в нашем выпуске. Витлице – село Контрастов. Местным пожарным здесь начальство велело переделать свинарник в пожарную часть. Специальный репортаж Александра Гнетнева. Не бойтесь, теперь спор пришёл. Там народов. Памятник именитому земляку, олимпийскому чемпиону-лыжнику Фёдору Терентьеву. Торжественно открылись сегодня в Петрозаводске на Кургане. Вечерами, ночами писалось, писалось очень легко. Иришка – книга нашей землячки на карельском языке в списке лучших книг для детей со всего мира. Двое пострадавших в авиакатастрофе идут на поправку. Их состояние не вызывает опасений у врачей. Сегодня об этом сообщают разные интернет-источники. Я напомню, в крушении самолёта под Петрозаводском сразу погибли 44 человека из 52. Затем ещё трое скончались от полученных травм в больницах Петрозаводска и Москвы. Сегодня девятый день после трагедии. В православных храмах проходят молебны. А администрация Петрозаводска сообщила о решении построить на месте трагедии часовню. А тем временем появились первые выводы расследования причин крушения самолёта. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета выяснила, что всё оборудование аэропорта Петрозаводска работало в штатном режиме до падения самолёта Ту-134. Работа комиссии на месте авиакатастрофы продолжается. К другим темам. С 1 июля работать по-новому, по-современному начнёт пенсионный фонд в Карелии. Гражданам не нужно будет самостоятельно делать запросы, а тем более ходить в архив за необходимыми справками. Достаточно будет прийти в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства. Его специалисты сами сделают запрос в архивные учреждения и сами же получат необходимые для назначения пенсии документы. Сведения будут передаваться бесконтактным способом по защищённым каналам телекоммуникационной связи. Пожарным из села Видлицы некогда тушить пожары. По приказу руководства они своими силами переделывают местный свинарник под пожарную часть. Специальный репортаж Александра Гнетнева. Ещё вчера буквально здесь бегали поросята, а уже завтра должны дежурить пожарные расчёты. Кто сказал, что в провинции дефицит интересных идей? Здесь бурлит мысль новатора. Пока страна говорит об инновациях и нанотехнологиях, Сергей Николаевич ломает голову, как из помещения для свиней сделать помещение для людей. Замки как-то в тюрьмах. Видите, всё заполи надёжные. Новое здание пожарной части должно появиться здесь. Старое всерьёз устарело. Сельским пожарным придётся разместиться в бывшем свинарнике. Так решило начальство. Это не свинарник. Это будущее здание пожарной части. Так точно. Решения командиров здесь не обсуждаются. Все строительные работы выполняют бойцы части. Пожарный здесь больше, чем пожарный. Мужики приходят на работу. Восемь смены приняли. Придеваются. И там позвоночник. Едут сюда. Долбят. Эту штуку мудрят. Условия никаких не предоставили. Элементарного инструмента никакого нет. Кувалда, молоток и отвертка для саморезов 21 век назвали. Свинарник, то есть здание будущей пожарной части, располагается едва ли не на болоте. Вот такие крякают. Смотрите. Здесь только, если бассейн вылетит, карачей завести. Мило дело. Карачей жить будет здесь. Они начали ремонт почему-то с замены окон. Установили три стеклопакета. Потом порвали какой-то подземный кабель и взяли тайм-аут. Проблема. В свинарник не влезает старенький пожарный ЗИЛ. Вот надо стену ломать, чтобы машина пролезла. Крышу поднимать. Ну, мы универсальные специалисты, я так понимаю. Поэтому все дома ремонты делаем. Все занимаемся какими-то работами параллельными. Поэтому как вариант, почему нет. Но есть у сельских универсальных бойцов и своя гордость. Раритетный автомобиль «Фарго» 62-го года выпуска. Произведен Крайслером. Братский презент от финнов. При пожаре неудобен. Однако выглядит эффектно. Они ездят по селу на американском раритете. И собственными руками пытаются превратить свинарник в пожарную часть. Перед ними поставлены сроки. К октябрю закончить большую часть работ. Деньги будут выделяться. Но я просто сейчас не готов сказать, сколько это будет. Видлица. Село Контрастов. Александр Гнетнев, Александр Борисов. Телеканал «Ника плюс». Село Видлица. Оланецкий район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Департамента лесного хозяйства по северо-западному федеральному округу Андрей Карпилович побывал в Петрозаводске с рабочим визитом. И на встрече с прокурором республики обсуждались вопросы межведомственного сотрудничества. Так, например, прозвучало предложение объединить усилия Россельхоза и прокуратуры в сфере соблюдения законодательства о лесопользовании. Также достигнута договоренность о тесном информационном сотрудничестве, которое поможет усилить контроль за исполнением природоохранного законодательства. Лучшая книга для детей на карельском языке. Об этом сразу после короткой рекламы не переключайтесь. Стоматология Дента Плюс. Лечение и реставрация зубов с применением золота высокой пробы. Протезирование. В том числе класса люкс на основе оксида цифрония. Новейшая технология ультраниры. Виниры без обточки зубов. Стоматология Дента Плюс. Октябрьский 5. Изящные и безупречные формы. Тонкий шарм. И главное, на неё не придётся много тратить. При покупке кухни Мария. Столешница в подарок. Лучший день в жизни. Всё должно быть идеально. Продумано до мелочей. Важна каждая деталь. Цветы – это сильные чувства. Сеть магазинов «Флоралюкс». Подарки к отпуску только в Калинке. Микроволновая печь всего за 1490. Калинка. Всегда низкие цены. Всегда. Мясные полуфабрикаты оптом и в розницу. 26-59-61. Меня зовут Олег. Здравствуй, Олег. И я обедаю. Я обедаю каждый день, всю свою жизнь. И не собираюсь бросать. Фьюжн. Общество искушённых обедоголиков. Современный жилой комплекс бизнес-класса «Созвездие». Передовые архитектурные идеи и функциональные планировочные решения. Первая линия набережной Варкуса с великолепным видом на Онежское озеро. Стройинвест КСМ. Будущее строится сейчас. Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Компания «Эко-Окна» – крупнейший в Карелии производитель современных деревянных окон со стеклопакетами. Трёхслойный клееный брус, финские лакокрасочные материалы и австрийская фурнитура. Надёжно, удобно, престижно. Компания «Эко-Окна». Вы смотрите новости. Мы продолжаем. В Петрозаводске появился памятник знаменитому лыжнику Фёдору Терентьеву. Церемония открытия состоялась на территории Республиканского центра «Курган». Работа над памятником началась около четырёх лет назад. Его создателю, скульптору Людвигу Давидяну, даже пришлось менять первоначальный проект. Конкурсная комиссия рекомендовала снять со спортсмена шапочку, чтобы был виден профиль лыжника. Портретного сходства Людвиг Карапетович добивался по фотографии. Да и позу спортсмена скульптор выбрал не случайно. По воспоминаниям друзей и соратников Фёдора Терентьева, такой стремительный и сильный шаг был его фирменным стилем. Фёдор Терентьев – олимпийский чемпион 1956 года, уроженец карельского села Паданы. Он получил золотую медаль в эстафете 4 на 10 километров и стал одним из первых чемпионов Олимпийских игр в истории СССР и первым в истории Карелии. И это далеко не единственная его спортивная победа. А между тем, на свои первые соревнования спортсмена даже не хотели пускать, считая выскочкой. Только упорство позволило ему тогда настоять на своём. Он предпочитал тренировку с пользой дела, как бы говорится. Он любил, например, думаю, если приедет, так говорит, Федя, может, у кого-то ядерова я наколю, у кого-нибудь пилить можно. Я говорю, так Федя, вот, пройди по деревне, если найдёшь ядерова, пили, тебе спасибо скажут. Сегодня на открытие памятника собрались друзья и поклонники Фёдора Терентьева. Они считают, что памятник лыжнику даже не столько дань памяти спортсмена, сколько напоминание для молодёжи. Всего можно добиться своими силами. Не бойтесь, Федя в спорт пришёл, самородок. Он своим трудом стал сильный. Ведь годы войны, никаких соревнований, никаких тренеров, ничего этого мы не понимали. А сейчас в спортивном центре на Кургане тренируются молодые спортсмены со всей Карелии. Их цель, как минимум, участвовать в зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а как максимум победить. В Республиканской детско-юношеской библиотеке открылась выставка лучших детских книг со всего мира. В этом списке дебютная книга Натальи Синицкой на карельском языке «Иришка». Какую детскую книгу считать лучше, решает Международный совет по детской книге, внося их в свой почётный список. Именно лучшие и приехали в Петрозаводск, где любой желающий сможет познакомиться с детскими книгами, написанными на языках всего мира. Книги адресованы детям, начиная от трёх лет. Вот самый маленький – это три года дети. И для детей, ну и дальше для подростков. Причём представлены, если авторы, то это, естественно, современные книги. Если брать номинацию «Переводчики», то это, например, книги и современных авторов, и таких уже известных, например, как «Марк Твен». Книга «Иришка» на карельском языке Натальи Синицкой – одно из четырёх произведений из России, которое попало в почётный список. «Иришка» – незатейливый сборник маленьких сюжетиков о том, как взрослеет ребёнок, как себя ищет в этом мире, что чувствует. Вечерами, ночами писалась, писалась очень легко. Писалась, потому что это не был с самого начала замысел сделать книгу, какую-то большую книгу или вообще книгу, которую нужно было бы напечатать. Это была книга для себя, для меня, для моих детей, для такого семейного чтения. А потом уже, когда этих рассказов, поскольку это всё-таки новелла, когда их набралось достаточное количество, вот пришла в голову мысль сделать такую детскую книгу. Иллюстрировала книгу художник Анастасия Трифонова, одна из лучших в Карелии. Мне прислали рукопись на русском языке, потому что карельским я не владею. Прислали рукопись, я почитала, мне очень понравились тексты, поскольку они очень лёгкие, очень радостные, весёлые, солнечные. Поэтому вдохновили моментально, и вот иллюстрации рождались, образы, композиции, сюжеты, они очень легко рождались. И поэтому всё, что могла, ну как бы, просто на одном дыхании всё создавалось, и было очень приятно работать. Вполне возможно, что вскоре появятся переводы Ришки, но по ссылам Натальи Синицкой будет легче, если переводом книги займётся не сам автор. Евгений Сологуб, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. И это все новости. Смотрите их и в интернете по адресу nicotifismedia.ru. Добро пожаловать и доброго вам дня. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 7092-92. Кредиты наличными. Русславбанк. Минимум документов. Быстрое оформление. Оформи заявку по телефону 79-28-53-78-53-69. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Установка окон от компании «Век Стеклов» доставит вам истинное наслаждение. Компания «Век Стеклов». Телефон 702-302. Ветеринарная клиника «Амикус». Вызов врача на дом. Аппаратная и лабораторная диагностика. Терапевтическая и хирургическая помощь. Корма и веттрепараты. Работаем без выходных. С 10 утра до 10 вечера. Ветеринарная клиника «Амикус». Спешите принять участие в розыгрыше квадроцикла стоимостью 500 тысяч рублей от супермаркета «Лотос Гурман». Ждем вас 1 июля в 18 часов на Варклусе 11. Чего мы только не делаем, чтобы похудеть. А теперь посмотрим, как на жир воздействует озон. Разница видна и ощутима. Бесхирургическая липосакция. В магазине «Позитроника» ты купишь цифровой фотоаппарат с матрицей 12 мегапикселей всего за 1690. Круто! «Позитроника». Коголевский центр. Мясные полуфабрикаты оптом и в розницу. 265961. Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома». Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...